Проблемы использования мат-капитала стали темой круглого стола с участием саратовских общественников, чиновников социальной сферы и родителей. Речь шла о 100 тысячах, которые доплачивает матерям область за третьего и последующих детей. В частности, собравшиеся обсудили новые правила использования этой дотации. Депутаты Саратовской областной думы недавно внесли соответствующие поправки в закон. Теперь потратить 100 тысяч можно будет только на образование ребенка и улучшение жилищных условий семьи. Напомню, что раньше в перечень разрешенных трат входили также медицинское обслуживание и влечение пенсионного обеспечения родителей. Новые ограничения, оправданная мера, считают в Министерстве социального развития региона. Изначально мы действительно по другим добавляли еще медицинскую часть, мы добавляли потребительские нужды, но с учетом того, что обсуждали этот вопрос очень тщательно и понимали, что растрачивать 100 тысяч рублей нецелесообразно, а все-таки их нужно направить на те знаковые события в жизни многодетных семей, которые являются опорой. Это жилье и образование. Поэтому мы готовы и ждем всех, у кого есть уже потребность такая и необходимость. В органах социальной защиты на сегодня разрабатывается, завершается разработка самого порядка, какие документы, что нужно будет приносить. Все это на сайте правительства нашего министерства будет вывешено и мы готовы будем работать с этой категорией. Выплаты регионального маткапитала начнутся с нового года. Напомню, за третьего либо последующего ребенка, рожденного или усыновленного с 1 января 2012 года по 31 декабря 2016 матери полагается 100 тысяч рублей. Обратиться за этими выплатами в Саратовской области могут около 3 тысяч человек. Столько третьих и последующих детей родилось в регионе с начала 2012. Однако это не значит, что все семьи придут за выплатой в новом году. Это право сохраняется, пока ребенок не закончит вуз.